У него имя на А, а фамилия на К. Он уехал, он сейчас не живет ни в Новосибирске, ни в России. И наша как-то связь на долгое время оборвалась, мы не общались с ним долгое время. Так соотношу, что с такими людьми я могла бы пойти в разведку. Вчера там из одной деревни мне звонили со словами Натальи Ивановны, вышлите, пожалуйста, нам помогут. Что так мало 10 тысяч? Вот за 100 бы мы пошли, проголосовали. Я подпишу это, но нужно понимать, давайте, вот сейчас будет 60 тысяч, потому что мне нужно будет какие-то моменты тут жестко соблюдать. Власть выбрала не самый лучший способ вести себя вот в этой ситуации, когда она чувствует, что теряет доверие. Да, да, там работает очень много мышц задействовано, там что-то, я не знаю, 80-90 процентов. Мандат депутата Государственной Думы, это действительно инструмент, который можно использовать. Мы начинаем. Так, сначала я должен показать себя, правда? Правда, Тимур? Да, здравствуйте, друзья, это Тимур Ханов. И я очень рад оказаться в Академгородке, рядом с Натальей Пинус. Ну, мы с ней очень давно знакомы, мне кажется, мы даже в неплохих отношениях, к чему я очень рад. Слушай, нет, наверное, правильно не сказать в хороших. В хороших, добрых отношениях. В хороших, добрых отношениях, поэтому я спрашиваю, как мы обычно разговариваем. Наташа, здравствуй. Да, Тимур, привет. И всем, кто нас смотрит, тоже добрый день, вечер. Мы вот с тобой около университета. Часто ты здесь бываешь? Вот конкретно здесь, может быть, не очень часто. Потому что гуляем мы с детьми по другим улицам. Это вот все-таки скорее такое пространство именно для студентов в большей степени. Есть у тебя любимое место в городке? Любимое место. Скажи так, расскажи, куда ты ходишь в час печали и куда ты торопишься, когда у тебя хорошее настроение. Ну, я расскажу просто, где мы гуляем. Мы гуляем по улице Ильича, гуляем по морском проспекту, доходим до пруда с утками. Ну, вот, наверное, так. А много удается проводить время с детьми вот сейчас во время предвыборной кампании? Слушайте, вот... Что они тебе говорят? Мои дети говорят мне, что ура, ура. Наверное, скорее всего, на следующее лето будет без кампании. Потому что у меня так получилось, что уже фактически третий год подряд, каждое лето, три третья лета подряд у меня кампании идут. И дети, конечно, немножко от этого, наверное, уже утомились. Потому что они хотели бы нормального человеческого лета с какими-нибудь поездками куда-нибудь на отдых. А получается немножко другое. Но ничего, у меня такие дети, в общем, спартанские. И все хорошо. Они подстраиваются под любую ситуацию, и все нормально. Но время нам тоже определенное для общения есть. У меня дети и на встречи ездят, на разные с людьми, когда мы организуем. Но как-то иначе это их никак не касается. Вот тут у нас истории такие, может быть, ты слышала, в бедской кампании, там, на родителей. Даже, я думаю, не надо вспоминать такие вещи. Они очень, мне кажется, неприятные. Ничего такого нет. Слава богу, все хорошо. И жизнь детей органично вплетена в мою избирательную кампанию. Это наша общая жизнь. Поэтому все, естественно, путем идет. Профессиональный политик сколько лет? Ну, смотрите, смотря что называть профессиональной политикой. Наверное, то, что когда я стала депутатом для совета, это, собственно, уже сейчас будет 6 лет. А до этого я занималась общественной деятельностью. Ну, и вообще, вот в этом секторе уже 11 лет назад я оставила полностью бизнес и занялась общественными делами. Ой, извини, давай мы будем с тобой перемежевывать вопросы. Или как это? Разделять вопросы. Приятные, общие и, может быть, даже какие-то такие, которые острые. Ты же встречаешься сейчас с избирателями. Бывают там вопросы неприятные, острые или какие-то необычные для тебя? Ну, в общем-то, я, знаешь, Тимур, я вопросов абсолютно никаких не боюсь и не стесняюсь. И любой острый вопрос, это как предложение что-то обсудить. Такое, может быть, не то, что лежит на поверхности. И я, как правило, ну, рада этим вопросам, потому что это дает возможность раскрыть какие-то вопросы, какие-то проблемы. Или если что-то касается меня лично, это возможность мне рассказать про себя. Поэтому, в общем, таких вопросов, как правило, которые бы меня поставили в какое-то неудобное положение, их нет. Ну, вот вопрос про бизнес. Вроде бы были какие-то истории о том, что какие-то долги, какие-то суды, вот есть люди, которые постоянно от тебя, ну, есть один человек, по крайней мере, который постоянно меня попросит тебя об этом спросить. Даже подозреваю, какой человек, у него имя на А, а фамилия на К. Ну, неважно, не только он спрашивает. Что там с бизнесом? Какие-то остались обязательства или какие-то долги перед государством или какие-то суды? Никаких ничего нет, ни долгов, ни обязательств, ни судов. Значит, были вопросы, которые были связаны с тем, что в какой-то момент один контрагент в Чите очень сильно подставил нашу компанию. Потом это все разворачивалось, они подключали разного рода структуры. Но это, опять же, говорит только о том, как сегодня судебная система у нас работает. Ну, то есть там были очень такие жесткие вещи. Но это было, наверное, уже больше 15 лет назад. Слава Богу, из этих всех ситуаций мы вышли. Все, слава Богу, все хорошо. Компания продолжает работать, которая была мной создана. Я никакого отношения к компании не имею, потому что 11 лет я просто назад все оставила и пошла заниматься общественной работой. А вот это депутатство, политическая деятельность, это бизнес? Некоторые говорят, ну, рвутся во власть, чтобы денег заработать. Ну, может быть, для кого-то это бизнес, но просто кто с какой мотивацией идет в эту деятельность? Я как бы осознанно и общественной деятельностью занялась для другого. Ну, и, собственно, исходя из этого, сейчас далее естественным шагом было то, что я стала заниматься депутатской работой. Получается, что, ну, действительно, это произошло со мной где-то лет, ну, не где-то, а 11 лет назад, 12, может быть. Когда я поняла, что я не хочу тратить свою энергию на бизнес, мне показалось, что есть возможность приложить свои силы в другом направлении. И несмотря на то, что потенциал для бизнеса, ну, чисто такое вот качество мои, как человека, который умеет что-то организовать, что-то продвинуть, они были и есть. Все-таки я приняла решение это все оставить. Вот. И дальше я занялась общественной деятельностью именно ради общественной деятельности. И моя депутатская работа тоже основана именно на этом. Поэтому, когда, если раньше еще какие-то такие могли бы быть уместны ко мне вопросы, то теперь, ну, такие вопросы может задавать разве что тот человек, который не знает о моей работе. Потому что, ну, это так, что никто мне, в принципе, не может ни одного эпизода какого-то представителя назвать, чтобы где-то я поступила или проголосовала не по совести, а исходя из какого-то чьего-то интереса. Но существует ли депутатская коррупция, как ты полагаешь? Возможно, и существует, но меня этот вопрос никогда вообще в принципе не касался. А предложения были? Предложений тоже не было. Вот ни разу никто не намекнул, что давай вот так вот проголосуй, помоги решить вопрос. Может быть, это связано с тем, что как-то уже знают о таком моем стиле, достаточно, как сказать, неудобном, может быть. Что я просто какие-то вещи, я о них просто начну рассказывать, да, если какие-то могут поступать предложения. Что я открытый депутат. И, честно говорю, у меня таких предложений не было в моей работе, чтобы кто-то мне предложил там что-то, ну, каким-то образом проголосовать за какие-то коврижки. Вот ты независимый депутат. Я вот как скажу. Я независима от партий. Я сегодня независима от какого-то бизнеса, но я зависима от своих избирателей. Ты выдвинулась от партии Родина. Какие у вас взаимные обязательства с этой партией? Значит, обязательств у нас нет никаких. Это для меня очень важно. То, чтобы баллотироваться, решение вот это свое, я приняла, наверное, скажем так, в начале весны. И я общалась с несколькими партиями в отношении возможного выдвижения. Вот. И в том числе я пообщалась с Родиной. Я поняла, что, во-первых, выдвижение от Родины не налагает на меня каких бы то ни было обязательств дальнейших. Мы не говорили, что я там что-то должна делать так или так. Подожди, предположим, ты стал депутатом, и будет какое-нибудь консолидированное голосование партийное. То, что разве сможешь избежать... Если ты будешь во фракции Родины, разве ты не сможешь... Ты сможешь голосовать иначе, чем тебе будет приказано во фракции? Если депутат избран по спискам, он не имеет права, вот насколько я понимаю, избежать вот таких прямых указаний. Если это одномандатный депутат, у него есть полная свобода все-таки принимать решение так, как он считает нужным. И вот еще хочу все-таки про Родину немножко договорить, у школы вопрос задан, да? Значит, к нескольким партиям я обращалась. С Родиной, во-первых, у нас не было разговоров о том, что есть какие-то вот такие жесткие обязательства. Во-вторых, что для меня, например, важно, это то, что я знаю представителей Родины у нас в Новосибирске. Вячеслав Илюхин, Леонид Рыбин, это те люди, с которыми я работала в прошлом созыве. И это, в общем-то, те люди, которые поддержали фактически все вот мои там письма, которые я писала, инициативы, какие-то там обращения, прокуратуру, еще куда-то. Мы писали против пенсионной реформы, против должников. Они все эти мои инициативы поддерживали. И вообще очень такие люди, скажем так, ну, надежные для меня, например. Я вот так соотношусь, что с такими людьми я могла бы пойти в разведку. А вообще, кто для тебя, ты можешь назвать среди новосибирских депутатов, и что еще очень интересно, среди депутатов федерального уровня, тех, кто для тебя может быть там или образцом, или... Могу. Хочешь, я сначала до конца про Родину расскажу? Да, 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 вот как раз. Хорошо, спасибо. Значит, повторюсь, что я хорошо знаю людей от Родины в региональном отделении, и они для меня уважаемые люди. Что касается федеральной Родины, я не знакома с этими людьми, кто возглавляет ее, кто... Ну, то есть я знакома, я встречалась буквально вот так вот шапошно, но то, чтобы у нас была какая-то работа совместная или какая-то деятельность, этого не было. Поэтому судить мне сейчас не хотелось бы об этих людях. Но вместе с тем, сегодня мой опыт жизненный показывает, что в разных партиях есть достойные люди, и в разных партиях есть приспособленцы и совсем нехорошие с точки зрения моральных принципов люди. Поэтому вот такое разделение жесткое по партийным признакам, на мой взгляд, оно очень условное. Сегодня все это разделение на партии очень условное. Нужно прежде всего смотреть на конкретных людей. Задай, что ты мне задал еще вопрос. А вот ты смотришь на конкретных людей, и кто для тебя, там, про плохих говорить не будем, а вот кто для тебя как пример работы депутата, или, может, какие-то поступки депутатов в Новосибирске, и тем более депутатов в Москве. Приведи, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что помимо тех депутатов, которых я назвала, да, также вот сейчас пришли новые депутаты у нас в Горсовет. Мы сотрудничаем с Андреем Гудовским, с Кириллом Покровским. Ребята из коалиции тоже молодцы иногда, то есть регулярно ставят достаточно такие вопросы жесткие и своевременные. Саша Бурмистров, конечно же, тот человек, с которым мы давно и в рабочих депутатских отношениях продуктивных, и в таких человеческих дружеских отношениях. Мне нравится Виктор Стрельников, который пришел сейчас в депутаты, это коммунистический депутат, коммунист, Антон Бурмистров, тоже уважительно к нему отношусь. Ну вот хотя бы вот эти вот люди. А на федеральном уровне? Вот в Думе, в Государственной Думе? Да, я могу привести в пример депутата Веру Ганзя. Которая уже не будет депутатом. Да, мне очень жалко, потому что я, так уж случилось, я была в конце ее встречи с людьми, когда, как бы вот такой прощальной встречи, когда она вот говорит, что я больше вот сейчас в следующий раз не баллотируюсь. Там собралось человек, наверное, 15. Интересно, что никаких не было статусных людей. И просто обычные люди с очень хорошими лицами, с хорошими глазами, которые просто говорили ей спасибо за ее работу. Это было, конечно, очень-очень ценно. И вот это для меня пример достойного депутата. И во время того, что она вот была депутатом, и я к ней несколько раз обращалась, какие-то вопросы были, которые я просила ее помочь, содействовать. Она помогала. И как раз тогда я поняла, что вообще депутатский мандат, мандат депутата Государственной Думы, это действительно инструмент, который можно использовать на благо людей, на благо развития страны. А можно использовать в других целях. Вот она для меня такой пример человека, который использовал этот инструмент именно для людей. При этом я знаю, что она была одним из самых эффективных депутатов вообще даже там по каким-то объективным показателям. Там что-то как-то они высчитывают. Мне, конечно, очень жаль, что теперь она не будет депутатом. А почему? Это просто отдельный разговор. Такой... Наверное, партийный. Не очень приятный. Что такое практика? Связан с партийными решениями, наверное, или с ее личными решениями. Ну, скажем так. И, насколько я знаю, сделали такое предложение по тому, чтобы баллотироваться в этом году. Которое она не приняла. Вот и все. Потому что оно было странным. Ну, ладно, это я с ней поговорю. Мне кажется, она не очень желательная депутата. Я хотел очень раз спросить, зачем идешь в Думу, но сначала переключу немножко тему. Хорошо. Наташа, ты выглядишь хорошо. Спасибо тебе. Как тебе удается? Ты написала сегодня, что похудела. Это что, такое средство для улучшения внешности? Слушай, ну, я не знаю. В каком-то смысле, может быть. Но, вообще-то, предвыборная компания, это очень такое стрессовое вообще время. Потому что работа 24 на 7. У меня нет штатного технолога. Очень многие вещи я делаю сама. Я сама пишу все тексты. Я сама ставлю задачи дизайнерам. Я сама планирую, какие будут мероприятия, где. В общем, очень много делаю сама. И поэтому это очень серьезная нагрузка. Такая проверка на прочность. Или ты обращаешься. Пользуешься ли ты услугами косметолога? Раз, сколько секунд. Очень давно уже не пользовалась. Ну, вот так. Ну что, это надо маме с папой сказать? Или ты много работаешь не только над имиджем, но и над собственной внешностью? Наверное, над внешностью можно было бы работать больше. Но, может быть, можно сказать, что действительно вот такой способ... Это предвыборная компания, которая тонизирует, которая так это собирает. Может быть, в этом тоже что-то есть. Такой... Ну, наверное, я не знаю. Может быть, стоит тогда и другим... Чего? Ничего, ничего, ничего. Может быть, стоит тогда и другим женщинам, которые хотят привести себя в порядок, посоветовать заняться предвыборной компанией. Политикой, да, да, да. Ну, предвыборная компания, да, это действительно. Это когда ты собираешься, все силы собираешь и бросаешь на определенное дело. То есть это такой вот постоянный такой... Сколько ты обычно спишь в эти дни? Ну, часов по шесть, наверное, так. Высыпаешься? Высыпаюсь, нормально. Там просто, знаешь, организм переходит в какой-то совсем другой режим работы. Очень интересный. Это в таком постоянном драйве. Но другое дело, я понимаю, что, конечно, ну вот понятно, когда ты в таком режиме живешь, например, три месяца. Ну, наверное, постоянно в таком режиме жить тяжело, я думаю. Ну, просто и, может быть, для организма это не очень хорошо. Устала? Ну, вот я сейчас нахожусь в тонусе, поэтому нет, я не устала. Я себе даже вот такой мысли не допускаю, что я устала. Иногда бывает под вечер, я так немножечко расслабляюсь, как бы так, но все равно потом с утра я опять собрана, я опять готова там идти вперед. Слушай, а маленькие женские радости, любишь ли ты сходить в магазин, что-нибудь купить или что-нибудь приготовить, или дома убрать, или наоборот, обездельничать? Как ты отдыхаешь? Смотри, во-первых, бездельничать я вообще не умею, в принципе, вот бывают такие люди, которые не умеют бездельничать, вот это я. Ну, да, и в этом, может быть, не знаю, потому что вот у меня дети тоже не умеют, там, Аня, например, Маня сейчас тоже, она такой вот живчик все время, что у нее очень много разных дел, проектов, и как раз мы с ней обсуждаем о том, что, может быть, некоторые люди умеют как-то по-другому отдыхать, потому что, ну, лучше отдых, смена занятий, это то, что вот для меня, как бы, такая моя парадигма, поэтому я постоянно чем-то занята, постоянно, постоянно, только я меняю эти дела, то есть это могут быть дела по работе, потом это дети, потом это подготовка. Бывают же в работе и проблемы, и усталость, вот бывало такое, что стресс, не обязательно в предобранную компанию, может, погода плохая, ну, может, как со здоровьем что-нибудь. И что? Что ты делаешь, когда тебе тяжко, или не бывает никогда? Слушай, Тимур, понимаешь, когда у тебя дети, ты не можешь себе даже вот мысли оставить, что, ну, что ты там, ляжешь, будешь лежать, что ли, нет? Ну, пойти прогуляться, встретиться с кто-нибудь. Ну, пойти, ну, сделать там, пробежаться можно, вот, кстати, то, что точно снимает, вообще какие-то негативные разные моменты, это физическая нагрузка. Чем ты сейчас занимаешься? Ведь у тебя было эффектование, по-моему? У меня много что было. Последнее, то, что я занимаюсь, я, это дома гимнастика, у меня есть такие комплекс упражнений, где-то там минут на 40, но иногда от него в эти дни особенно остается минут 10, не более того, но все-таки это то, что я делаю. Еще я в какой-то момент не так давно открыла для себя такую штуку, как скандинавская ходьба. То есть, когда и руки, и ноги? Да, да, там работает очень много мышц, задействовано там, что-то, я не знаю, 80-90 процентов, и я действительно ощущала результаты. Куда ходишь? По городку, заодно обследую, как там, какие тротуары там, или еще что-то. Обходишь с дозором? Ну, да, да, да. Зимой тоже? Ну, вот опять же, да, я зимой ходила, но вот сейчас пока у меня компания, я этого не делаю, у меня просто времени нет. А так вот, ну, минут 40, это совершенно замечательно, вечером перед сном, просто супер. Есть тебе друзья, с которыми ты отдыхаешь душой, вот хочется иногда встретиться с кем-то, наверное, так бывает у людей. Да, есть. У тебя есть такая компания? Да, у меня есть подруга, да. Одна подруга? Ну, у меня очень много знакомых. Нет, я именно про близких друзей спрашиваю. Знаешь, Тимур, а я вот не думаю, что прям совсем близких друзей, на мой взгляд, должно быть много. Я опять же смотрю, вот моя мама, она тоже примерно такая же, у нее очень много знакомых, но прям совсем подруг их единицы. Но я, пожалуй, примерно такой же человек. Что сказала мама, когда ты решила идти в Государственную Думу? Мама воспринимает все это как данность, вот и все. И я очень рада, что это то, как ко мне относятся мои родители в воспитании и как я отношусь к своим детям. Любые идеи, в общем-то, воспринимаются с уважением, как решение, а дальше вопрос только поддержки и все. Ну, не знаю, спасила ли тебя мама и твоя подруга, а вот я тебя спрашиваю. Зачем ты идешь в Думу? Вот для себя? Зачем это вот тебе? Не для родины в том и другом смысле, а вот для тебя это зачем? Вот знаешь, Тимур, вот 11 лет назад я выбрала вот этот путь. Я по нему иду. И каждый следующий шаг, он является естественным и органичным. Вот это такая моя природа, я ее реализую. Мне очень нравится заниматься. То есть даже не то, что вопрос, не то, что нравится. Понимаешь, есть такое ощущение, когда человек занимается своим делом. И это вопрос не то, что нравится, не то, что там молодец ты или не молодец. Понимаешь, ты просто это делаешь, это твое. Это вот примерно как Зинаида Гиппиус как-то. Такая у нее фраза есть, мне она очень нравится. Можешь не писать стихи, не пиши. Вот. И я примерно так же отношусь к тому, что я делаю. Я понимаю, что я просто не могу этим не заниматься. Это просто часть моей природы, которую я реализую, вот и все. Но уровня городского депутата тебе недостаточно? Знаешь, а я тебе хочу сказать, что у меня не было такого, что я там что-то придумала. Вот сидела, думала, и вдруг я придумала. Оно как-то все естественным образом движется дальше. Понимаешь? Точно так же, как естественным образом стало то, что я стала депутатом муниципальным. И сейчас для меня просто, просто вот как вот идет инерция, да, какая-то жизнь определенная. И вот сейчас идет следующий шаг. Он очень естественный и последовательный. Вот и все. Тут даже нет вопросов, зачем, затем. Ну вот, вот так. Кто-нибудь скажет, что ты делаешь карьеру политическую? Ну, пускай говорит. Тимур, знаешь, ты меня уже давно знаешь, и ты знаешь, что говорят, что только не говорят. Ну и говорят. Ну и ладно. Ну и ладно. Такой вопрос сразу острый. А может, и острый. Мужчины в твоей жизни? Отец, я знаю, брат, сын. Вот кто они, где? Муж еще? Да. Вот мужчины в твоей жизни, кто для тебя мужчины, ну, самые важные мужчины? Где они сейчас, как, что с ними? Мой отец, это для меня человек с большой буквы, честнейший, порядочный человек, сильный, умный. Он был физиком-ядерщиком, доктором наук. И при этом он был профессиональным охотником. Вот такой, знаете, бородатый в свитере крупной вязки. И вот так я его помню, потому что он каждый год на два месяца уезжал в тайгу с лайками охотиться. И при этом он потрясающе знал поэзию, литературу. Ну, это просто удивительный человек во всех отношениях, всегда позитивный. Еще то, что было его отличительной чертой, и, может быть, где-то, я надеюсь, и мне передалось, он умел находить язык вообще с любым человеком. Будь то, там, какой-нибудь невероятно статусный человек, или совсем-совсем простой, там, какой-нибудь деревенский, я не знаю, там, забулдуга. В общем, это для меня большая величина. Поехали дальше. Мой муж. Брат. Брат еще, да, брат. Значит, у меня удивительная история, у меня брат, который на год младше меня, буквально. То есть мы по годке, так редко бывает, но мы вместе росли очень долго. Ну, то есть не очень долго, всю жизнь мы вместе выросли и росли. К сожалению, вот уже там, я даже не знаю, сколько лет назад он уехал, он сейчас не живет ни в Новосибирске, ни в России. И наша как-то связь на долгое время оборвалась, мы не общались с ним долгое время. Ну, вот сейчас начали общаться, я рада этому очень. А чем он занимается? Он занимается бизнесом, связанным с технологическим оборудованием, с оборудованием для исследований, занимается разработками новых материалов, ну, вот такие. А ты как-то участвуешь в этом бизнесе или это вот все отдельно? Он, конечно, все это время сам. Я говорю, что у нас вот не было никаких связей, но вот сейчас мы начали общаться и, в общем-то, с этого года мы взаимодействуем, я рада. Следующий. Расскажи, мы про всех хотели, мы про всех твоих мужчин интересны. Хорошо. Значит, мой муж, мы, получается, женаты, сколько уже, а не наши 20 лет, ну, получается, 21 год мы женаты с ним. Это, ну, уже скоро будет как половина жизни. И удивительно, все это время мы живем с ним на определенном некотором расстоянии, потому что его работа связана с постоянным перемещением, он занимается геологией, исследованием разных месторождений, нефтяных месторождений. Вот. И поэтому он часть времени приезжает в Новосибирск, но с самого начала нашей жизни он много времени проводит в других городах. Но мы к этому привыкли. Но это не у всех так семья строится. Да, я понимаю, что не у всех, но бывает там у кого-то, там, муж капитан дальнего плавания, например, ну, вот так. Некоторые пошутят, что мечта, а некоторые, наоборот, посочувствуют. Знаешь, а что тут? Это просто вот так есть, и все. Мы так живем с самого начала. То есть вот именно как мы поженились, у нас другого формата и не было, мы все время так живем. Какое-то время у нас был момент, что, может быть, я бы переехала в Москву, вот, но в итоге как-то мне там не прижилось, я вернулась домой и живу здесь. Кстати, чуть не сказал, когда, ну, так и скажу, не если, а когда ты станешь депутатом Государственной Думы. Значит, надо ехать в Москву. Ну, смотри, насколько я знаю, сегодня сформированы достаточно такие прямо регламентированные правила насчет того, как работают депутаты Госдумы, и они обязаны проводить часть времени на территории округа. Ну, основное место жительства Москва? Не знаю, я не уверена. Сидеть на сессии, работать на сессии. Слушай, ну, подожди, опять же, то, что видела я, люди ездят туда-туда постоянно, постоянно. Это, конечно, тяжелая история, но как-то, ну, вот такая. А, то есть ты не собираешься с тобой в Москву, как будто в командировку, да? Ну, я так подозреваю, да. Единственное, что надо понять, где основная база все-таки, ну, я думаю, решим как-то, потому что все-таки надо в школу уже куда-то ходить. Вот-вот я хотел спросить про самого твоего, наверное, любимого мужчину. Как он? Да, ну, в школу здесь еще удобно, что у меня мама рядом пососедствует, конечно, тоже здорово. Самый мой младший мужчина – это мой Александр, ему сейчас 9 лет исполнилось. Совершенно замечательный парень, бойкий вообще, очень замечательным чувством юмора. Настырный футболист, там, ну, в общем, прекрасный парень. Настырный? Еще как. В кого это он настырный? Да, ну, есть кого. В общем, такой веселый, активный очень. Настырный, я бы подумал, мне так показалось, ты умеешь доводить дело. Или стараешься, правильно так сказать, стараешься доводить дела до конца. Ну, и, в общем-то, когда смотреть в перспективе какой-то все-таки временной, наверное, и довожу все-таки. Может быть, это не всегда случается так быстро, как хотелось бы, но они доводятся. Есть депутатские дела или какие-то обещания, которые тебе не удалось выполнить в силу тех или иных обстоятельств? Я переживаю очень сильно за сквер на Димакова. Вот это прям такая боль. Что там в городке? Скажи, какая сейчас ситуация? Ситуация сейчас идет в суд. Прокуратура подала в суд на мэрию по поводу того, что продажа этого участка была незаконной. Я так понимаю, что в сентябре будет судебное разбирательство. То есть уже там, ну да, очередное заседание суда, по-моему, в начале сентября будет. Ну и какой будет вывод, даже если признают эту сделку незаконной? То есть не даже если, я надеюсь, что ее признают незаконной, и что после этого будут делать законную сделку? Ну это тоже не входит в планы, не самый хороший вариант. То есть наша задача и людей, моя задача такая, чтобы был сделан большой сквер. А власти делают все возможное, чтобы сделать по-своему здесь. Тогда назови и то, чем ты гордишься за свою депутатскую работу. Здесь, в городке или где-то еще? Ну, давайте подумаем. Например, тема, например, тема, вот по общегородским вопросам, то, что мне кажется, вообще вот самой главной историей за мою депутатскую работу, которую еще нужно будет доделать, в некотором смысле, но и сделано уже многое. Это то, что у нас не было критериев оценки деятельности мэра. Я считаю, это вообще прямо краеугольный камень вообще работы всей муниципальной системы. Поскольку если у нас нет критериев оценки, то, собственно, он работает так, как хочет. И мы никаких не выставляем перед ним как бы параметров, по которым мы будем оценивать работу. Я напомню, каждый год депутаты оценивают работу мэра, и два неуда подряд можно инициировать то, чтобы мэр прекратил свои полномочия. Ну, а каждый год мэр делает отчет, и депутаты просто все принимают, и все. И каждый год я говорила о том, что так нельзя, надо, чтобы у нас были критерии оценки деятельности. Каждый год я это говорила в пустоту. Уже несколько лет подряд, когда я напомню, в прошлом созыве я просто была один-единственный депутат независимый. Об этом созыве мы сейчас все-таки приняли критерии. Пускай их пока только 15, на мой взгляд, их должно быть больше, этих критериев. Но это все равно очень большой шаг вперед. Теперь мы можем оценивать по конкретным показателям, как работает мэр. Мы можем сравнивать с прошлыми годами. Также я считаю, нужно при отчете просить сделать планы на ближайшие два года. То есть теперь можно как в школе мэру ставить оценку. Ставить оценку, да. А как ты относишься к идее, как сейчас идет под сбор подписей, по отзыву мэра, по отстранению его от должности? Ну как, я понимаю ценность, конечно, этого всего. С одной стороны, и это, наверное, главное. Действительно важно, чтобы мэр видел, что и вот такие вот возможные ситуации в работе. Но единственное, что, возможно, здесь меня чуть-чуть смущает, что это все привязано как-то к выборам. И прямо вот очень привязано к выборам. Буквально там до дат, да. И, к сожалению, к моему сожалению, эту процедуру, ну, просто невозможно будет довести до конца по объективным причинам. Когда тебе предложат поставить подпись за отзыв мэра, что ты сделаешь? Я подпишу это, но нужно понимать. Давайте, вот сейчас будет 60 тысяч, и, допустим, мы инициируем референдум, да. Но нужно дальше понимать, чтобы было принято на референдуме решение об отзыве мэра, нужно, чтобы, значит, на референдуме проголосовало 50 плюс 1 процент. Ну или человек там, понимаешь? То есть, если у нас сейчас явка на выборы 20 процентов была, 19, по-моему, даже, когда мэра выбирали, и фактически 10 процентов горожан выбрали, ну, 50 процентов у него при голосовании было, да, получается, 10 процентов горожан его выбрали. А вот чтобы его отозвать, за это должно проголосовать 50 процентов плюс 1. У нас даже явки никогда такой не будет, понимаешь? Поэтому это все в профилактических целях очень правильная задача. Это надо делать. Но, увы, эту историю до конца не довести. То есть надо реалистично оценивать. Как ты оцениваешь реалистично? Вот представим, ты уже в Москве, ты стала депутатом. Твои первые действия такие? Первые действия такие. Надо, конечно, понять, это самое главное, кто еще, кто остальные депутаты. Потому что, конечно, очень многое зависит от того, кто еще в государственной депутаты. Ситуация какая? Не просто ситуация, а персонально кто. Ну, во-первых, возможно ли там хоть как-то говорить о каком-то большинстве вот таких каких-то прогрессивных сил, которые хотят каких-то изменений. Предположим, что он будет похож на ту, которая и была. Ну, в любом случае, нужно первое, что делать, это искать соратников. А потом? А потом вместе с соратниками садиться и уже писать, какие задачи могли бы быть основными. Что ты предложишь в список такой? Список задач самых важных для государственной депутаты? Ну, опять же, вот смотри, Тимур, есть совсем глобальные задачи, которые, конечно, нужно ставить, и нужно решать, и нужно вопросы эти обсуждать. Другое дело, насколько что реально сейчас. Конечно, если в целом говорить о ситуации, которая сегодня у нас в стране, которую мне хотелось бы изменить, то, наверное, нужно сказать следующее. На мой взгляд, сегодня в России достаточно небольшая группа олигархов использует всю страну в своих целях. И куда бы мы это, о коммерческих целях. Что же делать? И куда бы мы это ни приложили, на какую бы сферу жизни мы это ни приложили, мы увидим вот такую же картинку. То есть можно говорить о здравоохранении, можно говорить о пенсионной реформе, можно говорить о бизнесе, о чем угодно. Мы везде увидим вот эту ситуацию, которую, конечно, надо как-то менять. Так как? Ну, это конкретно по разным темам нужно уже нам с тобой обсуждать и говорить. Ну, известно, что у нас большую роль в экономике играют сейчас государственные корпорации. Даже в сырьевой экономике или в оборонной. Или у нас пытаются влиять на ценовую политику. Еще, посмотрите, как у нас социальная политика тоже зависит от дохода. Вот, оказывается, нашли по 10 тысяч пенсионерам. Я как пенсионер этому рад, но я не рад, что это всего лишь одноразовое, как и большинство, наверное, пенсионеров. Интересно, в пятницу мне на встрече говорят, что так мало 10 тысяч. Вот за 100 бы мы пошли, проголосовали, а за 10 нет. Ай, не пойдем. Люди, пенсионеры прекрасно понимают, что такое. Ну, конкретно смотри. Ну, хорошо. Значит, смотри. Вот это, например, вопрос монополии государства, государства в экономике. Или, это вот первый вопрос. Это хорошо, плохо, надо это поддерживать или оставить на потом решение этой задачи или... Ты имеешь в виду сырьевые направления экономики? Например, сырьевые, да. Ну, мне кажется, что сегодня, в текущей ситуации, наверное, это можно оставить в том виде, в котором это есть. Или ты говоришь о том, чтобы это акционировать, ты это предлагаешь? Либо приватизация. Одни говорят, что необходимо продолжать приватизацию, наоборот, вернуть в частные руки. А другие говорят, наоборот, нужна национализация основных отраслей. Вот мне кажется, что сейчас основные вопросы даже все-таки не эти. А какие? Основные вопросы, это вопросы судов, это вопросы межбюджетных отношений. Судов, прости, судов имеется в виду что? Ну, в целом судов, сейчас у нас судьи очень зависимые. А, независимые суды. Судебная система требует модернизации, на мой взгляд. Потому что судебная система, это основной регулятор всей вообще жизни. Безусловно, это требует модернизации. Далее, чтобы я, наверное, сказала, важная история, это изменение межбюджетных отношений между регионами и между нашей столицей. Я очень хорошо вижу сегодня, будучи депутатом гурсовета, как ресурсы вытаскиваются из регионов и потом спускаются субсидиями по очень странным вообще каким-то правилам, которые особо никому не ведомы. Ну, по какой-то милости, понятно. По милости, да. То есть ты будешь добиваться, чтобы больше денег оставалось в регионах, я правильно понимаю, или чтобы справедливо распределяли? У некоторых больше оставалось, у некоторых, там, понимаешь, разные регионы, они имеют разный потенциал по зарабатыванию денег. Есть некоторые регионы, у которых огромные заработки. Например, возьмем нефтеносный, там, Ямал-Анинский автономный округ. Есть совсем бедные регионы. И, безусловно, с одной стороны, здесь нужно, чтобы была заинтересованность в том, чтобы твои доходы влияли реальные на то, как у тебя устроен бюджет, сколько денег в бюджете, да. С другой стороны, вот эта вот разница региональная, она тоже как-то должна компенсироваться. На примере Новосибирского. Может, ты же хорошо знаешь, что Новосибирский городской бюджет, наверное, представляешь себе бюджет региона. И как быть с Новосибирской? Да как быть? У нас огромное недофинансирование социальной сферы, у нас огромное недофинансирование, даже не только социальной, а в принципе тех полномочий, которые у нас отражены в 131-м федеральном законе, вот в частности, например, за Новосибирском, есть огромное недофинансирование. Что делать? Нужны просто больше денег, так или иначе. Это могут быть, я, например, то есть это могут быть или субсидии субвенции, которые просто спускаются, или это может быть больше налогов, которые остаются, значит, или это может быть больше налогов, которые остаются на территории. Я, конечно, за второе, потому что это стимулирует регионы развиваться. Сегодня, когда основные деньги, то есть неважно, ты развиваешься, не развиваешься, все равно тебе докинут федеральным бюджетом до какого-то там уровня более-менее. И то, до какого уровня, скорее зависит от политических моментов, нежели от реальных каких-то экономических. Понятно, я, извини, я понял, давай, еще вопросов много, поэтому перейдем в такой режим более скоростной. Давай, хорошо. Те, кто захотят, я думаю, они найдут способ тебе задать вопросы конкретных поподробнее. Хорошо. А мне интересен общий взгляд, в том числе, пусть даже по актирам, но вот есть очень много вопросов, остых тем. У нас очень высокий уровень бедности в стране, и даже в Новосибирске, и даже в Академгородке. Что же делать? Вот что ты, как депутат государственной думы, будешь делать для того, чтобы бороться с бедностью? Что номер один, номер два? Хорошо. У нас с бедностью не просто это самое, плохо, а просто ужасно. У нас сейчас получается 20 миллионов человек, это 14 процентов, имеют доходы меньше прожиточного минимума и больше трети семей. И при этом 10 процентов богатых людей владеют 83 процентами богатств. Ну а тут что? Мы, наверное, с вами помним Жерара Депардье, который решил, что он хочет стать россиянином. Мы тогда гордились, какая Россия прекрасная страна, и забывали о том, что, в общем-то, он поменял гражданство, потому что он хочет платить меньше налогов. Я считаю, что должна быть реализована прогрессивная система налогообложения, безусловно. То есть богатые должны платить больше налогов. Да, а некоторые налоги бедных могут вообще не платиться. Вот можно посмотреть, как, например, скандинавская система устроена, оттуда что-то взять. У нас сегодня есть определенная система по расчету вот этой разницы доходов богатых и бедных. Так вот у нас в России, ну мы просто там лидеры в этом отношении, и я считаю, что это то, что вообще в целом потом на всю экономику работает отвратительно. Потому что у нас в итоге нет покупательной способности, да, потому что люди бедные, они там не могут, например, не имея этой покупательной способности покупать там качественную продукцию, сельхозпродукцию. Потом мы задаем вопросы, почему у нас загибается сельское хозяйство в отношении каких-то качественных продуктов, ну просто потому что люди не могут покупать. Ну, кстати, про сельское хозяйство. Среди твоих избирателей немало жителей села. Сельское хозяйство сельским жителям надо помогать, или их надо, наоборот, создавать им условия для работы, или, может быть, все хорошо и... Значит, я сторонник того, что нужно создавать условия для работы, и в целом по всем вопросам, то есть есть одна тема, это ты когда даешь субсидии, даешь субвенции, а вторая тема, это когда ты просто помогаешь развиваться. И мне кажется, вот эта история, она работает просто на всех абсолютно уровнях. Возьмем ли мы вот эту тему, которую мы обсуждали с бюджетами региональными там и федеральными, да, возьмем ли мы тему с поддержкой сельского хозяйства, или там, я не знаю, возьмем мы тему с моими детьми, например, которые вот сейчас вот там работают, и... То есть, или ты можешь давать просто так детям деньги, да, или вот сейчас Алиса у меня пошла, она работала в кафе, там, официантом, а я просто ей сказала, что я тебе умножить на два сделаю то, что ты получаешь, да? А, ты... Понятно, ты ее стимулировала, ее... То есть, трудовые инвестиции. Да. Так что делать с сельским хозяйством? Так вот, такие же примеры и реализовывать. Просто нужно не просто вот как бы заливать какими-то субсидиями, а стимулировать тех, кто развивается. И сегодня, насколько я понимаю, основная задача, основная проблема, одна из основных является такая проблема, что непосредственно те, кто занимаются производством сельхозпродукции, они нуждаются в определенной поддержке и, может быть, даже какой-то защите от тех холдингов, агрохолдингов, которые, ну, диктуют свои условия, зачастую кабальные условия, там, скупая продукцию по тем ценам, которые им нужны. Расскажи коротко, ближайшие планы на ближайшие дни в избирательной компании, ты планируешь ездить по деревням, по сельским районам? Я деревню успеваю затронуть своим присутствием, и для меня очень ценно, что там сегодня есть мой электорат. Из нескольких, вот буквально вчера там из одной деревни мне звонили со словами Натальи Ивановны, вышлите, пожалуйста, нам побольше нашей продукции, мы очень хотим вашей продукции, ну, вот, агитационной. Поддержать. Да, мы хотим поддержать. Кстати, про сельскую жизнь. Ты написала пост, мне очень заинтересовался, я там, в народном костюме, что ты, оказывается, исполняла народные песни, не просто народные, а самые натуральные, вот прямо с земли собранные. Да, аутентичные. Аутентичные. Аутентичный сибирский фольклор, да, это было в моей жизни. А у тебя остались записи какие-то, видеозаписи, где можно было бы посмотреть или послушать? Я думаю, что можно это все найти, да, я думаю, что можно найти. А куда вы ездили собирать народную музыку? Ну, вот, на Алтайском крае, в Алтайском крае, и там очень много деревень, которые еще... Ну, вот, опять же, это было сколько уже лет назад? Это было 30 лет назад. Сейчас я не знаю, что там, может быть, уже все утеряно, потому что в то время действительно были люди, которые помнили старинные песни. Причем у некоторых этих песен вообще там чуть ли не языческие корни. Вот такая вот история. Это, конечно, очень ценная для меня такая в жизни база во всех отношениях. Вот, то, что я занималась подбором. В этой компании тебя не спрашивали про национальность? Ты какая? Ты кто? Важно ли это для тебя? Я не могу сказать, что мне... Да хотя нет, почему? Конечно, важна. Моя девичья фамилия Каза-Резова. Я русская. Пинус – это фамилия моего мужа. И если смотреть мои корни, а я их изучала какое-то время, я достаточно много этой теме посвятила. Там по маминой линии во время Сталутинской реформы приехали, в Кемеровскую область. То есть сельские корни тоже, да? Да, а по отцовской линии это староверы, которые приехали в Алтайский край. Там, конечно, очень такие мощные люди, очень сильные. Слушай, но ведь в Думе будут не только вопросы местной жизни. В Думе порой решают очень важные общеполитические вопросы, даже глобальные вопросы. И вот вопросы там национального достоинства, безопасности, патриотизма. Или вот, скажем, вопросы бывают, доходят до устых форм. Порой Россия действует не так, как нравится другим странам. И бывают разные поведения у депутатов. В последнее время они ведут себя достаточно единообразно. По-разному, по-разному. Да, можно вспомнить одного депутата от Новосибирска, от «Справедливой России», Илью Пономарёва, который, например, не голосовал за присоединение Крыма. А теперь Илья Пономарёв вынужден жить за границей. Ты собираешься стать независимым депутатом. Насколько независимым? Я так понимаю, что Илья Пономарёв там целый комплекс был факторов, почему он уехал. И говорить, что только из-за этого голосования, может быть, не совсем верно. До последнего времени мне удавалось иметь независимую собственную позицию и говорить то, что я считаю. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что я дальше буду продолжать действовать именно в этом же ключе, потому что это для меня имеет ценность. Это для меня имеет высокую ценность. Ну вот так. И ещё момент всё-таки важный, я повторюсь, что у меня не было никаких каких-то договорённостей, таких недоговорённостей, вообще в принципе обсуждений и обязательств, потому что мне нужно будет какие-то моменты тут жёстко соблюдать. И если посмотреть на те программные вещи, которые у меня написаны, с которыми я выходила, я, если честно, на всякий случай показала родине, вы вообще видите, с чем я иду. И я рада, что не было ни одного вопроса мне сказано по этому поводу. Хотя там такие вещи так на грани, мне кажется. Какая Россия у Натальи Пимус? Какой ты хочешь видеть Россию? Что тебя сейчас устраивает, а что тебе не нравится, что ты хочешь мне изменить? Ну, изменить много. Изменить я хочу, не изменить. А вот мне кажется, нужны всё-таки, конечно, перемены. Мне кажется, что Россия должна быть... Ну, это я банальная, конечно, вещь скажу. Ну, а что? Ну, да, сильным социальным, современным государством. Я хочу, чтобы она развивалась, чтобы в России была сильная экономика, чтобы хотели здесь жить дети. Мне очень хочется, чтобы мои дети остались жить в нашей стране. Ну, вот. То есть надо быть таким депутатом, чтобы твои дети остались жить в этой стране. Да. Ну, наверное, не только ты имеешь в виду наши дети. Вообще все наши дети или твоих трое? Конечно, мы ведём речь в целом про детей. Потому что сегодня то, что я наблюдаю, молодёжь, образованные люди, специалисты, очень многие помышляют о том, чтобы уехать из страны. Я сожалею об этом. Я считаю, что это наша страна, и мы не должны её покидать. Мы здесь должны жить, нам здесь будет, нам здесь лучше всего. Потому что вопрос качества жизни – это очень комплексный вопрос. Это не только быт, который обязательно, конечно, это важно, чтобы он был на хорошем уровне, но это и вопрос коммуникации с людьми, это и вопрос, мне кажется, использования родного языка. Это тоже важный момент. Поэтому, мне кажется, мы должны сделать всё возможное, чтобы всё-таки здесь жить, на нашей родине, и здесь быть счастливыми. Слушай, какое хорошее завершение для интервью. Но у меня есть ещё один остатый вопрос. Давай. Вот я столкнулся с тем, что один из законов, который приняла Дума, он буквально имеет обратную силу. Это закон о том, что не могут стать депутатами лица, которых причислили причастными к экстремистским организациям, причём задним числом. Если, например, вот я попал под действие такого закона, якобы я был организатором одного из мероприятий, которое якобы анонсировали штабы Навального, причём они тогда не были экстремистскими организациями, а потом их экстремистскими назвали. Ну, я считаю, что это неправомерно, да. Не исключено, что такого рода законы ещё будут, законы, которые называют репрессивными, может быть, несправедливые. Вот ты, наверное, полагаешь, и по этому закону твое мнение интересно. Что ты будешь делать, если ты видишь закон несправедливый, опасный для людей, а большинство голосует? Ну, смотри, во-первых, Тимур, я хочу в целом проговорить вот про эту ситуацию, которую ты сказал. Несмотря на то, что у меня в программе, которую я сформулировала, она действительно где-то много что там ещё можно сказать, но про политические репрессии там сказано, что это важно для меня. В том смысле, что, на мой взгляд, сегодня власть выбрала не самый лучший способ вести себя вот в этой ситуации, когда она чувствует, что теряет доверие людей, и я убеждена, что есть другой способ, нежели политические репрессии. Это законы в интересах людей. И, конечно, вот эта вот история сегодняшняя с ущемлением прав разных политических деятелей, разных партий, разных политических движений, мне она кажется неправильной. Я считаю, что это необходимо, конечно, делать по-другому. Ты мне задал вопрос о том, что... Ну, про то, что если там я буду в меньшинстве, но здесь... Тимур, мне не привыкать здесь, потому что я в прошлом зазыве иногда вообще просто вставала, одна говорила, и это было очень тяжело, потому что я была один просто независимый депутат. Ну, в Москве будет и давление больше, и соблазны больше. Знаешь что, вот, Тимур, мне кажется, самая неправильная зарекация. Вот мы сегодня можем с тобой посмотреть, что за моей спиной было раньше, да, и можем говорить о том, что я есть сегодня. На мой взгляд, то, что будет со мной впереди, оно продиктовано тем всем, что было в прошлом, и что люди могут посмотреть, на что могут оглянуться. И мне кажется, для меня важным и дальше продолжать оставаться такой собой. Вот. Вот ты сама как считаешь, в России есть политически включены? Да. Что же делать? Ну, вот мы, например, депутатами, несколькими горсовета, даже писали письмо, кстати, мы в ответ не получили. По-моему, в генпрокуратуру писали, там несколько депутатов написало письмо о политических заключенных. Надо спросить, бери ответ. Если... Там как раз было про эти темы, но там, причем, там шла речь вообще в целом о политических заключенных, мы говорили, по-моему, там написано было про Фургала, про Платошкина, по-моему, так. Или про Грудинина. В общем, я не берусь сейчас уточнять. Ну, то есть ты... Ты не отрицаешь, что в России есть политические заключенные, и вряд ли это хорошая ситуация. Да, согласна. Это плохо. Слушай, а вряд ли... Но ты говорила, что мы... Ты хотела бы, чтобы дети оставались и люди оставались жить в России. А если Россия будет скатываться к диктатуре, захотят ли в ней оставаться люди? И что же... Как же противостоять давлению тех, кто усиливает политическое и не только политическое, силовое давление на общественных активистов, на политику? Ну, слушай, Тимур, как бы ни было, ну вот сейчас действительно есть возможность, все-таки это выборы. Сейчас вот будут выборы в Государственную Думу, надо идти голосовать. Вот вам инструмент. От этого же будет очень много зависеть. Ну, это прям вообще очень серьезный инструмент. Поэтому ты не пользуешься? Нет, ты меня спрашиваешь, что людям делать сейчас. Я говорю, идти голосовать. Но ты предлагаешь собственную кандидатуру как один из вариантов выбора людей? Ну, это уже так... Как бы я рассказала, почему иду я. Если люди захотят, они за меня проголосуют. У людей очень много недоверия к власти, недоверия к депутатам, недоверия к тем, кто идет в депутаты. Очень много недоверия. А почему надо верить Наталье Пину? Да нет, не надо. Это если ты хочешь, ты можешь верить. Вот ты видишь, я тебе рассказываю. Можешь не верить. Я не убеждаю никого. Мне кажется, у нас с тобой низкий разговор. Да. Низкий разговор, да? Конечно. А где можно с тобой увидеться? Где можно увидеть, найти в интернете график твоих встреч? Когда у тебя где встреча? Вот я сегодня распишу всю следующую неделю. И где это можно увидеть? На всех моих страницах. Это Facebook, ВКонтакте, Instagram. На сайте тоже будет. Ну, вот так. Тебе нравится то, чем ты занимаешься? Вот это интересно. Нравится, не нравится. Это просто моя жизнь. И это очень органично мне. Это естественно для меня. И иногда мне бывает очень тяжело. Иногда я испытываю счастье от этого. Тут, мне кажется, очень важно, когда человек чувствует, что это его дело и идет, что это его путь, его дорога. Вот и все. Вот какая-то все равно внутренняя глубокая удовлетворенность есть. С тем, что ты вот стоишь на... Кажется, что ты стоишь на своем пути, и ты идешь по нему. Вот это, наверное, самое ценное тут. А нравится, не нравится, это немножко из другой оперы. Желаю тебе успеха на твоем пути. Спасибо тебе. Чтобы этот финиш был не последним, но успешным. Я тебе благодарна за интервью и за такие вопросы. И я очень рада, что как-то мне удалось поговорить, не замечая вот этих штук. Какие штук? Телефонов? Ну да, да. Камер? Да, у нас просто получился разговор. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мне всегда очень интересно поговорить с тобой, потому что, друзья мои, мне нравятся люди искренние. И, вы знаете, камера, она ведь, если присмотреться к человеку, когда он говорит, можно понять, искренне он или нет. Может, что-то скрывает, может, что-то думает, как же надо выглядеть, каким-то хочет показаться. Вот с Натальей Пилович мне нравится общаться, потому что она человек интересный. Я хочу пожелать и успехов. Как же, ну, открытый для других предложений. Мне всегда интересны, интересны люди. Думаю, так же, как и вам. Будем смотреть. Все, до свидания. Пока. Пока. Пока.